Всем привет! Сегодня я зачитаю письмо, закончившаяся уже история моей подписчицы. Это ее обращение к вам, ко мне. Можете развести дискуссии в комментариях на эту тему, которую она затронет. Тема довольно-таки интересная, да, и об этом стоит поговорить, не делать из-за того, что этого не происходит. Так что сейчас я читаю ее письмо, потом вы под письмом можете дать свои комментарии, обсудить эту тему, ваше отношение к этой проблеме, если можно так выразиться. Заранее извиняюсь за посторонние шумы. У меня, к сожалению, нет времени, другое время себе записать видео. Приходится, соседям пришло в голову заняться ремонтом. Итак, давайте приступим. Здравствуйте, Галина. Я бы хотела рассказать вам и вашим подписчикам историю моего общения с турецким мужчиной. Моя история будет не о любви, не о страданиях, а о глупом поведении турецкого мужчины и наших женщин. Возможно, эта история будет полезна для других женщин, девушек из моей стороны, и они будут мыслить трезво, логически при общении с турками в социальных сетях. Не потеряют разум от их красивых слов. Я также хотела бы услышать и ваше мнение, и комментарии относительно некоторых моментов, которые остаются непонятными для меня, как для человека, который не проживает в Турции. Вот когда эти вопросы будут в тексте задаваться, я там буду останавливаться немножко рассказать. Расскажу немного о себе. Мне 40 лет, выгляжу я значительно моложе. Раньше я была фотомоделью, хотя я родила двоих детей. У меня все в порядке с фигурой и внешностью, у меня два высших образования. Я кандидат наук, довольно успешно в своей карьере. По определенным причинам, не совпали ценностями в последнее время, я решила развестись со своим мужем. Это было мое взвешенное решение. Я не страдала, не переживала по этому поводу, не искала новых отношений, нового мужа. И уж тем более знаком с турками, это не входило в мои планы. Из всех социальных сетей я была зарегистрирована только в Фейсбуке. И то, и только по моей работе. Все мои фотографии в публикациях, это фотографии в деловых платьях, костюмах, где я на различных семинарах, конференциях, лекциях. У меня не было и никогда не будет фотографий в Фейсбуке, в купальнике, с декольте и тому подобное. Я пишу вам об этом, потому что это важно для моего последующего рассказа. Я из Украины и в первый месяц войны работала из дома дистанционно, часто бывала на Фейсбуке, так как постоянно читала там новости о войне. И тут мне начали десятками писать турецкие мужчины. У меня был незакрытый профиль, я даже тогда и не знала, что можно его закрыть. Сначала я отвечала, мне было интересно узнать, что говорят Турции о войне, так как знала, что президент Турции пытается помочь. Но, к сожалению, все общение с турками сводилось к тому, что они начали писать мне намеки какие-то на секс, уговаривать после двух-трех сообщений, приехать к ним. Я вообще-то не заинтересована была в этом. Хотели, чтобы я им отправляла свои фото, звонила по видеосвязи и так далее. Поэтому все это общение с ними закончилось блокировкой. В конце концов, я прочитала, как закрыть профиль и сделала это. Однажды мне отправил запрос, друзья, очень красивый мужчина. Он был в моем вкусе, выглядел интеллигентно. Мне он понравился. И я добавила его в друзья. Он тут же написал мне сообщение, поздоровался. Я спросила, откуда он вообще... Ну, была разочарована, потому что он написал, что он из Турции. Я сразу ответила ему, что меня не интересуют отношения с турком, замужество в Турции. И мне не нужны фотографии его интимных мест. Он ответил, что у него нет таких ожиданий относительно меня. Ему грустно и одиноко, поэтому он хочет просто пообщаться. Я хочу обратить ваше внимание и всех девушек и женщин. Не подавайтесь на это. Это ловко. Он сказал, что живет отдельно от жены, хотя не разведен. И воспитывает пятилетнего сына сам. Прислал мне фото себя и жены. Это была суббота. Я не поверила, что сын живет с ним. И я подумала, что он просто взял его на выходные, как наши папы делают. Конечно, я ему не сказала об этом. Просто высказала мнение, что если он действительно занимается своим ребенком, это достойно уважения. И тут у меня к вам вопрос. Действительно ли в Турции такое возможно? Развод еще не состоялся, а ребенок с папой. Как такое возможно? Что должна была натворить турецкая женщина, чтобы ребенок остался с папой? Он сказал, что законы в Турции такие, что очень тяжело разводиться. Да, в Турции тяжело разводиться, но можно. В Турции тяжело разводиться, когда нет обоюдного решения сторон. Если это компромисс, оба хотят развестись, разведут очень быстро. Если есть какие-то вопросы, не знаю, спорные, что делят деньги детей и так далее, никто не хочет никому уступать, на мировую, короче, не идут, разводятся тогда долго. Что она должна была сделать? Ничего особенного. Она могла просто отказаться от ребенка. Ей могут быть разные какие-то причины и так далее. У нас недавно видео было про разведенных турецких женщин. Посмотрите его. Полезное видео про это я вам рассказываю. Что бывают такие женщины, которые детей своих не отказываются, оставляют мужу, например, или он может жить поочередно у папы, у мамы. Это нормальная история. То есть здесь ничего такого экстра сверх. Это обычная тема для Турции. Такое бывает. Мы стали общаться с ним в переписке. Писал он не каждый день, а почему-то раз в 4 или в 7 дней. Потом я поняла, почему. Он писал и другим женщинам еще. Он общался со мной не так, как другие турецкие мужчины. Совсем по-другому. Было сразу заметно, что он очень умен и начитан. Я попросила писать не на английском, если он достаточно им владеет, чтобы не нужно было переводить через переводчик. Я свободно владею английским еще несколькими языками, но не турецким. Мы перешли на английский и постепенно он начал, так сказать, влюблять меня в себя. Писать, как у нас много общего, как мы дополняем друг друга, как мы похожи. Все ему нравилось, как и мне. Любит он природу, как и я. И с сыном своим гуляет, и так далее. Я, конечно же, сразу рискнула раскусить его намерение, но виды не подала, продолжала говорить ему, что не собираюсь вступать в отношения с турком, жить в Турции, выходить за турка замуж. Это действительно так. Я окончила национальный университет, могу работать в европейских странах, знаю языки. Если бы мне пришлось покинуть мою страну из-за войны, пока в моем районе нет активных боевых действий, то я могла бы легко переехать в европейскую страну. Часто бывала там на конференциях. К тому же я не испытываю недостаткового внимания со стороны мужчин в реальной жизни. Я это все объясняю для того, чтобы поняли, что у него нет никаких шансов. Он нравится мне внешне, как человек. Его заботы о сыне вызывало мне уважение, но он не сдавался. Начал писать о своей любви ко мне. Вот здесь я остановлюсь о вашей личности. Вы хоть и не спрашиваете, немножко покажу. У вас есть большая защита и блок. Вашего внимания надо добиваться, поэтому вы ему позволили. Вы все, возможно, говорите, что вам не нужны отношения мужчины, вы самодостаточны и так далее. Я в это абсолютно верю, но я хочу сказать, что у вас есть проблема с доверием. Базовая. Поэтому вы так максимально себя улучшаете и чего-то добились в жизни, потому что вы не надеетесь ни на кого вокруг, а на себя. И мужчину к вам, в принципе, трудно подпустить ваше внимание, ваше доверие надо завоевывать. Вы семимильными шагами открываете свою зону комфорта. Понимаете? Вы к себе трудно подпускаете. Вам нужно прям показать, что надежность, доверие. Здесь вопрос доверия к вам. Это в вашей жизни вообще красная линия, это вопрос доверия. Я, конечно же, не поверила. Я написала ему о том, что я не верю в любовь и переписки, в любовь и турков в социальных сетях вообще. Он намекал, что хочет, чтобы я позвонила ему по видеосвязи. Мне не хотелось звонить ему, но однажды я спонтанно решила это сделать. И когда он однажды написал мне, я ответила, что свободно могу позвонить ему, если он не занят. Это было воскресенье. Я позвонила ему, он был очень рад, так смущен, даже потерял на время дар речи. Он показался мне очень красивым. В одной комнате с ним был сын, он играл позади него на диване и показал мне сына, своего кота. Мальчик слышал, как мы разговаривали. Говорили ему всего лишь две минуты примерно. Тут у меня опять вопрос к вам. Если он не разведен, у него сложности с разводом, почему он не боится, что он расскажет его жене, что папа общается с другой женщиной. Мальчик у мамы тоже бывает. Я слушала другого блогера из Турции, и она сказала, что пока в Турции идет развод, это может длиться годами, то они, ни мужчина, ни женщина, не могут вступать в другие отношения, иначе развод еще больше затянется. Насколько это правда? Действительно ли это так? Если это правда, то это ужасно. И объясняет, почему турки сексуально озабочены в социальных сетях. Вот это последний разочек точно. Я не могу сказать запрещено. Никто никому ничего не запрещает. Или, может быть, блогер не так как-то высказался, или категорично довольно-таки. Они сами стараются не показывать отношения или скрывать какие-то свои связи в процессе бракоразводном, потому что у одной сторон, не важно, мужчина это или женщина у кого-то, это просто повод выманивать откуп, больше денег, переманить суд на свою сторону, чтобы было решение, если они делят детей, то детей жене отдадут как-то надавить, короче, да, смутить сам бракоразводный процесс. Если это разговор идет о деньгах, то же она скажет, я пострадавшая сторона, я жертва. У меня есть видео про развод, посмотрите. Важно, кто пострадавший, кто писал заявление и так далее, просил о разводе. В общем, если она условно жертва, ей нужны деньги, у нее есть рычаг давления. То есть новые отношения, а это рычаг давления, который, да, может продлить процесс развода, попросить какие-то коврижки свои, просто в момент манипуляции. Запрещают или нет, никто никому ничего не запрещает. Это выбор самого человека. Если у них нормальный договоренный бракоразводный процесс, это бывает редко. Но бывает, есть такие знакомые, кто обоюдно просто уже разлюбили и так далее, развелись, то там хоть у всех были отношения на самом деле, никто ничего не скрывал, все было в порядке. Это от договоренности сторон зависит, от отношений между ними, повод развода и так далее. Это индивидуальная история. Но в общей массе, если брать, туда стараются не показывать, не афишировать. Ну, например, он не думает, например, что пятилетний ребенок, что-то расскажет. Ну, говорил с тетей, скажет, знакомый какой-то с работы или еще что-то. В общем, это зависит от его ситуации. Надо у него спрашивать, что там за процесс, как там с женой было и почему. Видимо, ему это можно делать, он не видит в этом угрозы никакой. В тот день, когда он увидел меня по видео, он прям сошел с ума, писал целый день, писал свои фотографии, своего ребенка, смайлики, цветы. В общем, у меня было очень, не было даже времени успевать ему отвечать. Я не провожу много времени на Фейсбуке, у меня реально интересная жизнь. Мне даже стало жалко его, ведь я не собираюсь влюбляться. Вот вы видите, у вас пунктик про любовь. У вас любовь и доверие. Вот в этом проблема. Нет доверия, нет любви. Вам нужно доверие, протекция и защита. Поэтому вы каждый раз указываете, что я не собиралась влюбляться, мне это не надо. Но вы целое письмо мне написали, где-то в него все равно, он засел в вашем сердечке, не прямо уж про любовь. Он вас, он на самом деле, я больше скажу, что за Бегафер это письмо читал, он подорвал ваше доверие. Вот занозом в этом, что он подтвердил, подорвал доверие. После этого он стал писать чаще и сказал, что хочет жить в моем городе. Тогда мы бы ходили часто друг к другу в гости. Я поняла, к чему он это написал. Ответила ему правду. Вариант хождения друг к другу в гости для меня целиком приемлем. Но сейчас это невозможно, так как война в моей стране. Он сказал, что нет ничего невозможного, нужно только подождать. И пока можно не читать лишь об этом. Отдельно хочу написать его страницу в Фейсбуке. На ней вся его жизнь. Фотографии его с женой, как он обнимает ее, как ласково смотрит на нее. Жена красивая, современная, ухоженная. И где-то через 4 года, после рождения ребенка, жена пропала из публикации. Дальше фото только с ребенком, только с ним одним. Что она сделала такого? Он мне об этом не говорил, мне неудобно было спрашивать. Он остался в этой же квартире, где жил с ней ребенком. Я все-таки не верила, что сын живет с ним, но однажды в будний день он опять спонтанно позвонил. Я его увидела в комнате, а на сушилке лежали и развешанные детские носочки и белье. Скажу честно, это впечатлило меня. Я специально посмотрела в интернете, нет ли какого-то праздника в Турции. Я также заметила, что у него на странице в Фейсбуке комментарии одной женщины, по которым я поняла, что между ними что-то было. Но это было год назад, и я подумала, что, наверное, не сложилось у них, а зря, как оказалось, потому что до сих пор он ей писал, и это была красивая женщина с хорошей фигурой. Сейчас дальше скажу по поводу вашего вопроса. Ну, возможно, я не могу знать, что там было. Вот мне спрашивают, что там было. Надо было у него спрашивать, не у меня, не по адресу вопрос зад, но вообще могу предположить, что, возможно, она ему изменила, ушла в другие отношения, он с ребенком остался, вот и все. Поэтому он не боится заводить отношения, общение, потому что вина уже на жене есть. Не факт, что они вообще разведены, может, у них вообще документы не поданы на развод, такое тоже будет. Погуляет, условно, вернется, и дальше будем вместе жить. Ребенок и скрепляющий элемент, как многие так думают. Однажды я опять позвонила ему в третий раз, это было поздно, около 11 вечера. В гостиную спальню вышел сын, который проснулся. Я таки подтвердил окончательно, что сын живет с ним. На следующий день он написал, как обычно, слова о любви, о моей красоте и исчез опять на три дня. Сутки его не было в сети, потом он вышел в сеть, но мне не писал. Я зашла на его страницу, увидела, что под его фото оставил комментарий другая женщина. Я зашла и на ее страницу и была шокирована. Там была очень толстая женщина с откровенными фотографиями в открытом декольте. Она из деревни, муж ее на войне, в зоне активных действий, а она раздетая там, что вытворяет все полуголое тело, фото, видео, где она трясет своими телом под какой-то ужасный шансон. У нее в друзьях, естественно, одни иностранцы, это египтяне, турки, арабы, все пишут ей о ее сексуальности и красоте. И она, конечно, каждый такой комментарий благодарит. Конечно же, этот мужчина, типа, влюбленный, безответный в меня, вот видите, безответный. Я не отвечаю на любовь. Это клампунтик, доверие к любви. Я должна влюбляться безответно. Не отвечаю на любовь. Это немножко просто моего психоанализа клампу. Дальше продолжаем. И этот, короче, влюбленный в меня безответно, в числе ее верных поклонников, мне стало все ясно про него. Но вот что в голове у этой женщины? Неужели она не понимает, что для таких целей иностранцы используют ее фотки и видео? О чем она вообще думает? О ее муж? Через три дня он написал мне, как ни в чем не бывало, а я ему сказала, что не хочу общаться с ним, я все про него поняла, и он исчез. Он начал оправдываться, конечно, потом, что у него ушла няня, которая сидит с ребенком. Он был занят три дня с ребенком, пока не нашел другую няню, и поэтому три дня мне не писал. Врала, прикрывался ребенком. Он использует ребенка. Я перестала общаться с ним вообще, не отвечала ему, но из интереса продолжала следить за его отношениями с толстой женщиной. Такое, вот, знаете, кодовое имя, толстая женщина. Они часто были одновременно в сети, и я понимала, что он общается с ней. Чем больше он писал ей о ее красоте, тем откровеннее становились ее видео в историях на Фейсбуке. Были видео, где она подмигивает, выставляет свои груди, верит, вертит ими и так далее. Я была в шоке. Я не знала, что такое можно делать в Фейсбуке. Однажды появилось видео, где она говорит, вот некоторые говорят, что женщина с ребенком никому не нужна, а я вот такая, что меня любят даже с мужем. Я поняла, что он объяснился мне, и я им люблю. Ну, знаете, это странно, вы притягиваете, потому что у нее этих поклонников навалом, может, и кто-то другой еще в любви признавался. Я вас умоляю. Один наш мужчина не выдержал и спросил у нее в комментариях, как ей не стыдно выставлять такие видео. Она посылала его и сказала, чтобы он ехал в Турцию и там ходит в Паранже. Короче, женщина эта, видимо, мало образованная, низкоинтеллектуального уровня. Мне было смешно, одновременно противно, стыдно, что я живу в одной стране с такой женщиной. Три месяца он общался с ней, потом в отпуск вернулся ее муж. Тут влюбленный в меня мужчина активизировался и начал предпринимать попытки помириться со мной обратно. Писал, что не может меня забыть, что я не отвечаю ему взаимности, он ждал взаимности от меня. Параллельно он стал писать мне еще нескольким женщинам, молодой девушке из деревни, у которой тоже муж на войне. Она тоже там выставляла фото с полугловой грудью. Женщина из крупного города Украины, она тоже стала выставлять всякие фотографии. Где мозги у этих женщин? Лата из деревни, я понимаю, заняться нечем, но в крупном-то городе полно развлечений, масса возможностей. Можно познакомиться с реальным мужчиной. Женщины, включите голову, зачем вам это любвеобильный турок? Зачем вам этот любвеобильный турок? Да, он красив, умен, но он же пишет всем подряд, ему вообще все равно кому писать, ему нужно видеть часть полуголого тела. Он продолжил писать мне, упрекать в том, что я не отвечаю взаимностью, а я сказала, чтобы он не тратил время на меня, лучше бы сосредоточен на своих других женщинах. Он сказал мне, как мне убедить тебя, что ты единственная в моем сердце? Когда я прочла эти слова, так рассмеялась, что не могла остановиться. И сейчас мне смешно. В конце концов, я написала одной из его женщин в фейсбуке, откровенно все спросила об их отношениях. И женщина была в шоке. Она сказала, что он до сих пор пишет ей о своей любви. Она ему раньше верила. Меня интересовал один вопрос. Была ли реальная встреча? Ведь он начал общаться с ней за год еще до войны. Ответ был неутешительным. Его интересовал только виртуальный секс. Реальной встречи не было, и она ему не нужна. Меня он ударил тогда из друзей. Написал, что уходит из моей жизни, чем меня, конечно же, рассмешил, так как я еще много раз говорила, что фейсбук – это не вся моя жизнь. Сейчас он активно пишет другим женщинам. Те выставляют полуобнаженные фотки. Я добавила их в друзья. Это уже какой-то сталкиризм. Он также морочит голову одной бедной женщине, которой 35 лет, а она мечтает о семье и ребенке. Мне ее жаль, конечно, он ее обманывает. Многоточа. Ну, это ее выбор – обманываться, не лезьте к ней. Пусть ей нравится, короче говоря. Я не понимаю, почему женщины верят ему. Если исчезает на несколько дней, а потом пишет, всегда в моем сердце. Я посмотрела и прочитала много таких историй, такие мужчины исчезают на некоторое время специально, чтобы женщина страдала, ждала, была согласна на все. У них отработана целая схема, как действовать, чтобы женщина влюбилась и манипулировать ею. А относительно меня, я таки познакомилась на фейсбуке с другим турецким мужчиной, он из Тамбова, но у него бизнес в моем городе, он подолгу живет здесь и даже во время войны. Он хорошо говорит по-русски, он моего возраста, я не собираюсь за него замуж, жить в его стране тоже, мы просто встречаемся и мне хорошо с ним. Наше общение развивалось быстро, он написал, позвонил, через день мы уже встретились. Конечно, кажется мне пока лучше, чем наши мужчины какие-то. Спасибо вам за ваше внимание. Надеюсь, моя история кому-то поможет. Будьте бдительны, не теряйте голову, если переписка затягивается на месяца или он исчезает на несколько дней, значит он вам прет. Точка. Спасибо за ваше письмо, я немножко комментарии дам, потому что был такой вопрос открытый, типа что правит этими женщинами, что в их голове и так далее. Про социальный уровень поведения, так и есть, да, в точку, что ими правит, но все хотят любви, внимания и так далее, просто это разный уровень проявления. Кто-то чувствует себя, это все про повышение самооценки, так назовем. У кого-то повышается самооценка, когда ее водят в театр, в кино, в оперу, в галерею, дарят там, не знаю, цветы, в какой-то там, мишленовский ресторан водят, а у кого-то повышается самооценка более на плотском уровне, на низменном, запросы меньше. Это некое воспитание, травмы свои, разные понятия любви, уровень разнообразования и так далее. И, к сожалению, это есть в каждом где-то из нас, просто проявляется в разных моментах, вот так я могу сказать. Очень влияют, ну не до конца, условия среды, где мы обитание, как воспитывались, в общем, все прочее. И хендмейд люди. Я про вас могу сказать, у вас вопросик любви, доверие очень важно, и вы селфмейд вумен, потому что вам не на кого было либо опираться, либо вам надо обязательно завоевывать внимание, любовь к себе и так далее. Вашу любовь тоже надо завоевывать и добиваться. Она вам легко не доставалась и вам не легко достается. Настоящая любовь про отношения, про надежность, про брак, доверие я имею в виду. Поэтому заострили внимание на физическом, то, что они себе много позволяют. Это они полные ваши антагонисты. Они на вас вообще не похожи. И для вас это, в принципе, такое поведение неприемлемо. Это не ваши определенные нормы какие-то, к чему вы привыкли. Поэтому вас очень триггерит, и вы об этом захотели написать. Ну, знаете, что этими людьми манипулируют? Это я рассказала. Пусть делает каждый так, как хочет. Вы же всех исправить тоже не можете. Ну, как бы придет, когда-то и конец их поведению. Может, они вырастут из этого, посмотрят на свои ошибки со временем. Я, наверное, по крайней мере, надеюсь. То есть, в общем, ну, вот так. К сожалению, люди разные есть. Это их выбор. Пусть делают, что хотят. Главное, знаете, вам не мешают жить, вас не трогают, на вас никак не влияют. И, слава богу, пусть занимаются, чем хотят вообще. Главное, чтобы, знаете, не страдали другие люди вокруг. Ну, условно, там, не убивали кого-то, делали кому-то плохо. Вот. Что вы напишите в комментариях под это письмо? Ну, я напомню, что у нас 9 февраля стартовал лекторий в телеграм-канале закрытом. Это 4 лекции будут на тему self-made, как стать формула счастливого человека, как стать счастливым. Я расскажу и про свою практику, про свой опыт, к чему я пришла, и какая-то просто научная информация психологическая. Если вы хотите присоединиться к нам, напишите мне на почту. Почта в инфобоксе указана. Я вам пришлю стоимость. Присоединиться можно даже после начала уже лектория. У нас в целых 4 лекции будут тянет 2 недели. И вся эта информация о лектории сохраняется навсегда в вашем доступе. Вы всегда в этой закрытой группе. Можете всегда пересмотреть или посмотреть попозже эти лекции. И в 2 недели, пока идет лектория, у нас еще открыт чат. Мы общаемся и отвечаем на ваши психологические вопросы без проблем. Жду вас в гости. Спасибо за внимание.